В связи с последней коронацией в Турции намечается крупнейшая исходка воров в законе. Законники намерены спросить с крестных Ахтама Самаркандского. В Турцию на крупнейшую за последнее время сходку стягиваются авторитетные воры в законе. Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 50 криминальных генералов. И главным ее вопросом станет прошедшая в середине апреля коронация Ахтама Самаркандского. Напомним Ахтам Якубов, настоящий имя новоявленного вора, был коронован с подачи Тимуринимся Цверидзе, Срипа, и Давидыч Хиквишвили, дата Сургутский, что вызвало большое недовольство среди многих других законников. Большинство мафиазий считают, что процедура прошла с нарушениями, а сам Ахтам Самаркандский недостоин быть вором. Большую часть участников сходки составят законники, проживающие в Турции, но к ним планируют присоединиться и их коллеги по цеху из России и других стран. Как сообщает Разбалт, свое желание присутствовать уже выразили Рамас Дзнеладзе, Рамас Кутаиски, Мирабахия, Баха-Баха, Кабаха Влидиане, Кабас Ухумский, Ирой Нуглава, Матевич. Многие из них участвовали в самом крупном гангстерском саммите, состоявшемся в 2015 году в Армении, который собрал вернувшийся ранее из Испании шакры молодой. Тогда было принято решение наложить мораторий на новые коронации, чтобы обезопасить семью от случайных людей. Среди подписавшихся под таким решением был и дата Сургутский, который в итоге сам же и нарушил данное вето. Ему и Црипи дали время на исправление ошибок, но они всячески уходили от ответа. Теперь от них, как и от других участников коронации Ахтама, требуют объясниться перед воровским сообществом. Как сообщалось ранее, шакры молодой в ответ на просьбу разрешить новую коронацию заявил, что сейчас еще не время. Василий Христофоров, Васа Воскрес, отметил, что он лично участвовал в избиении участвовавшего в этой коронации Ромика Курда, после чего тот был объявлен невором и его статус находится в подвешенном состоянии. Поэтому принимать участие в голосовании он не имел права. Ахусейн слепой припомнил, что когда Ахтам Самаркандский отбывал 8-летний срок, по другим данным минус 10-летний, или же и вовсе 17-летний, в тюрьме ОАЭ, то был там избит чеченцами за то, что пытался навязать свои правила. Не признали решения сходки криминальные генералы Роланд Гегичкари, Роланд Шляпа, Эмир Абим Зарелуа, Дуяки и даже члены Сухумского клана, к которому относятся инициаторы коронации, уже упомянутые законники Баха Баха, Матевич и Каба Сухумский заявили, что были не в курсе произошедшего. С просьбой разрешить этот вопрос дата сургутские цри пообратились к влиятельному мирабу Джангвиладзе, мираб Сухумский, в чей клан они и входят. Он начал наводить свои справки. В частности, он пообщался с гангстерами, отбывавшими наказание с Ахтамом в тюрьме ОАЭ, среди которых был и Казбек Дукузов, находящийся в международном розыске за убийство журналиста Пола Хлебникова. Все они весьма нелестно отозвались об Ахтаме. В частности, Дукузов рассказал, что, когда его арестовали и осудили в Дубае за нападение на двух бизнесменов, у которых он вымогал почти 6 миллионов долларов, он оказался в одной тюрьме с самаркандским. Тот обозначал себя как смотрящий за русскоязычными зэками и заявил, что он на стороне Казбека. При этом сам проводил все время с арестантами и арабами, которые контролировали положение дел в тюрьме. Дукузову это не понравилось, и он начал противостоять арабам, что в итоге закончилась массовой дракой с поножовщиной. Казбек получил тяжелое ранение, но тем не менее смог отвоевать у арабов некоторые позиции в тюремной иерархии. Позже выяснилось, что самаркандский все это время работал на оба фронта, делясь с арабами их планами. За это его сильно избили, и оставшийся срок он уже сидел в арабском корпусе. Также Мирабу Сухумскому напомнили о том, за что, собственно, сидел самаркандский. Он был сутенером и за решетку попал за убийство конкурентки. Узнав все это, Джанг Виладзе решил, что самаркандскому не место в семье, и отказался помогать Датой Црипе. В то же время, по версии узбекского отделения Радио Свобода, Азадлик, никакого сопротивления коронации Ахтама не встретила и даже Шакра Молодой лично одобрил ее в качестве исключения. По информации издания, Ахтам действительно был смотрящим в тюрьме ОАЭ. Там же он познакомился с племянником участника братского круга Гафура Рахимова, Гафур Черный, Равшаном Мухеддиновым по прозвищу Равшин Золотой и через него вошел в воровской круг, перебравшись после освобождения в Турцию. Теперь окончательное решение относительно его судьбы будет принято на грядущей сходке.